Жителям села со следующего года повысят пенсии на 25%. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. На 7% с нового года индексируют пенсии всем, кто на заслуженном отдыхе. На селе пенсионеры будут получать еще на 25% больше. То есть, к той тысяче рублей, которая будет получена в среднем всеми пенсионерами в связи с повышением с 1 января, они получат еще дополнительно в среднем 1333 рубля. В бюджете Пенсионного фонда России дополнительно предусмотрено почти 16,5 миллиардов рублей. Это только на 2019 год. Учитывается 500 сельскохозяйственных профессий, включающих работу в сельском хозяйстве во времена Союза Советских Социалистических Республик и Рософосея. Это до 1 января 1992 года. Здесь ни у кого никаких волнений не должно быть. То есть, учитывается весь тот стаж, когда они были колвозниками. Пенсионный фонд будет доначислять автоматически с 1 января. В Чувашии эти изменения коснутся 25 тысяч человек. При этом, если справки, подтверждающие сельский стаж, будут предоставлены в пенсионный фонд только в следующем году, перерасчет будет произведен все равно с 1 января. Можно выделить три основных условия для повышения фиксерной выплаты селянам. Это работа в сельском хозяйстве не менее 30 лет, обязательное проживание в сельской местности и получатель сельской прибавки должен быть неработающим пенсионером по старости или инвалидности. Еще один вопрос в повестке еженедельного совещания у главы республики – освоение бюджетных средств, в частности, направленных на благоустройство дворов и парков. На сегодня облагорожены 43 дворовые территории из 43 запланированных, 4 парка и только 20 из 23 общественных пространств. У нас получается три общественных пространства. У нас пока в работе остается в Ульмарском районе. Это парк культуры, где сэкономленные средства проводятся работы по устройству освещения территории парка. В городе АлатР завершаются работы по арт-пространству музейный сад, второй этап. Планируется завершить до 20 декабря текущего года. И по городу Чебоксара одна общественная территория, это территория возле Ульмарка-Шубашкар, тоже планируется завершить 20 декабря. Еще одна ключевая дата – 15 апреля 2019 года, но это уже по линии цифровизации. В этот день в нашей республике произойдет полный переход от аналогового к цифровому телевидению. Всем жителям будут доступны 20 бесплатных каналов. Для телевизоров, которые выпущены после 2013 года, переход произойдет автоматически. Остальным же придется приобрести дополнительную антенну и специальную приставку. Ирина Волкова, Павел Иритков, Республика.